Банк всегда прав, ну или почти всегда. В рейтинге самых многочисленных обращений в Балаковский суд в минувшем году именно споры по кредитам в тройке лидеров. Граждане, не выполняющие обязательства, пытаются через суд доказать, что кредит им или навязали, или не разъяснили все пункты договора. Просто так вот оспорить кредитный договор, который гражданин, находясь, так скажем, что называется, в адекватном состоянии, не имея никаких психических заболеваний и так далее, заключил этот договор, он подлежит исполнению обоими сторонами договора. Соответственно, платить юристам, чтобы подали иск в суд об оспаривании этого договора, ну вот это в подавляющем большинстве случаев заканчивается излишними расходами на юриста, потому что договор, ну он есть договор, его надо исполнять. И думать о том, об его условиях прежде, чем подписать эти условия. Некоторые должники пытаются через суд признать себя банкротом. Чтобы признать себя банкротом, надо, ну во-первых, там долги должны быть свыше 500 тысяч, неисполненные обязательства, так скажем, по сроку, по которому уже наступил. Во-вторых, кто-то должен подать заявление на банкротство или сам, или кредитор, соответственно, имеющий это обязательство. И не все так просто, так скажем, как кажется. Назначается конкурсный управляющий, и конкурсный управляющий за ряд последних лет рассматривает те сделки, которые совершил гражданин. И если это был вывод имущества с целью создать у себя ситуацию, что я банкрот, продал там два дома, четыре дачи и три машины, например, все, у меня ничего нет, я исполнить не могу. Во-первых, конкурсный управляющий, если это на банкротство подано другими лицами, может оспаривать эти сделки, соответственно, возвращать это имущество должнику и за счет этого имущества удовлетворять требования кредиторов. Причем эта процедура, так скажем, можно сказать, болезненная, потому что, учитывая, что она осуществляется принудительно, имеет какие-то ограничения в временных рамках, то имущество продается, ну, явно не из-за его рыночной стоимости, она продается ниже, поскольку это надо быстрее сделать, быстрее исполнить решение суда. То есть гражданин может за толк в 500 тысяч лишиться, условно говоря, машины, опять цифры условны, стоимостью в миллион, и остаться в нулях, например. То есть не очень выгодная процедура. Если гражданин сам эту процедуру инициирует и вот так вот имущество разбрасывает, то там тоже существует недобросовестность, оценивается арбитражным судом, и арбитражный суд может отказать в признании банкротством, если увидит явную недобросовестность гражданина.